шалон доброе утро это исход глава двадцать девятая чтобы посвятить их миневе священники издалай так возьми мало мало долго бика и двор баранов без изъяна приготов из лучей пшеничной муки пресни хлеб пресни лепешки замешани на оливковом масле и пресни коржи помазани оливковым маслом и положи их в одну корзину принеси эту корзину и приведи маладога бика и двор баранов приведи арона и воси новей к вераду в шатер собраня и омой и водой возьми одеяния и одеембе арона в рубашку рису пад ефод сам ефод и на грудник обвяжи его пад ефод украшени паясом наден ему на галову тюрбан и прикреп к тюрбану и священи венец возьми масло для помазания и помаж его возлив масло ему на галову приведи его сыновей оденда их в рубашки и наден на них галовне убори обвяжи арона и его сыновей поясами теперь священство принадлежит им по вечному установлению такте посвятишь арона и его сыновей приведи маладога бика к шатру собраня и пусть арон и его сыновья возложат руки ему на галову заколи его перед господом у выхода в шатер собраня возьми и нанеси пальцем на рога жертвенника бичу кровь а остаток вилейка его под ножью возьми весь жир вокруг внутренностей сальник с печенью и обе пачки с жиром вокруг и сожги на жертвеннике мясо бика шкуру и кишки сожги за пределами лагеря это приношение за грех возьми одного из баранов и пусть арон с сыновьями возложат руки ему на голову заколи его возьми кровь и акропи жертвенник со всех сторон разрежь барана на куски вымой его внутренности и голени и положи их с головой и прочими кусками сожги высего барана на жертвенники это высосожение господу приятной благоуханье огненная огненная жертва господу возьми другого барана и пусть арон и его сыновья возложат руки ему на голову заколи его возьми кровь и поможи арону и его сыновьям мачки правых ушей и большие пальцы на правых руках и на правых ногах акропи жертвенник кровью со всех сторон возьми кровь которая на жертвенники и масло для помазания и акропи арона и его одеяния и его сыновей с одеяниями тогда он его сыновья и их одеяния будут освящены возьми из этого барана жир курдюк жир вокруг внутренностей сольник с печенья обе пачки сожиган вокруг и правой бедра так как это баран для жертвы посвящения из корзины с пресным хлебом что перед господом возьми один хлеб лепешку приготовленную на масле и корж вложив все это в руки арону и его сыновьям и потряси перед господом как приношение потрясания затем возьми это у них из рук и сожги на жертвеннике вместе со всесожжением для приятного благоухания господом для приятного благоухания господом и огненную жертву господом возьми в грудину барана для посвящения арона потряси ее перед господом как приношение потрясания и она будет твоей долей отделе как из виатнию те части барана для жертвы посвящения которой принадлежат арону и его сыновьям грудину и бедру которые были принесены в жертву потрясания такова обычная доля арона и его сыновей от израильтян во веки такова приношение которой израильтян должны приносить господу из жертвы примирения извящения от деяния арона перейдут к его потанкам в них их будут помазывать и освящать пусть сын который станет извященником вместо него и будет выходит для изложения в шатер собране носит их семь дней возьми мясо барана для жертвы посвящения и свари его в освященном месте пусть арон и его сыновья едят мясо барана и хлеб из корзины что у выхода в шатер собране сами они могут есть эти жертвы которые которые были искупления их грехи при их посвящении и освящении но никто другой ест их не может потому что это извятынье если часть мяса для жертвы посвящения или часть хлеба останется до утра сожги оставшиеся если это нельзя это извятынье издалай для арона и его сыновей все что я повелел тебе отвяди семь дней чтобы освятить их каждый день приноси жертву за грех молодого бека чтобы совершить очищение приноси жертву за грех для очищения жертвенника и поможь его чтобы освятить семь дней совершай очищение для жертвенника и ты освятишь его жертвенник станет великой и святыней все что прикоснется к нему и станет святом ежедневно ежедневно приноси на жертвенник двух годовых годовых ягнят однако утром а другого вечером сээ сэ пэрвэм ягнят сэ пэрвэм ягнят кон приноси десятую часть эдээфе лучэй муки измешаной сэ четвертую джигина алиф кавога оливкового масла и четвертгина вина для жертвенного возлияния. Другого ягненко приносит вечером с таким же хлебным приношением и жертвенным возлиянием, как и утром. Это приятное благоухание и огненная жертва господу. Пусть в грядущих поколениях это всесожжение совершается у входа в шатер собрание перед господом постоянно. Там я буду встречаться с вами, чтобы говорить с тобой. На этом месте я буду встречаться с израильтянами. Моя слава освятит это место. Я освящу шатер собрание и жертвение Аарона и его сыновей, чтобы они служили мне как известенники. Я буду жить среди израильтян. Я буду их богом. Они будут знать, что я господ их Бог, который вывел их из Египта, чтобы жить среди них. Я господ их Бог. Аминь. И спасибо. Хорошего дня. И я... И я... И я... И я... И я...